Президент дал поручение создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Об этом глава государства заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь. Постоянно меняющаяся ситуация на нефтяном рынке сейчас одна из самых злободневных тем во всем мире. Конъюнктура непрогнозируемая. А потому Александр Лукашенко призывает иметь для страны несколько сценариев развития ситуации. Необходимо минимизировать зависимость от нефтяных игр крупнейших держав, так их нежелание находить общий язык друг с другом негативно сказывается на ценах на черное золото. Давление на энергорынок по-прежнему оказывают и новости о распространении коронавируса. Пока нефть дешевая, важно превратить эту ситуацию себе в плюс. В Гродненской области профсоюзы вместе с потребкой операции оказывают помощь пожилым на селе. Автомагазины наряду с продуктами питания доставляют нуждающимся и медикаменты. Маршруты скорректированы таким образом, чтобы добраться до самых отдаленных деревень. Сельчанам предлагают воспользоваться антисептиками и надеть медицинскую маску. Повсеместно внедрен принцип остановки по требованию, когда автолавка подъезжает непосредственно к дому пожилых людей. По инициативе профсоюзов также были закуплены индивидуальные средства защиты и антисептики для всех работников торговли региона. Православные верующие сегодня отмечают праздник Благовещения Богородицы. По преданию, именно в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил ей радостную весть о том, что она станет Матерью Спасителя. Среди традиций праздника – выпекание просфор. В этот день на богослужениях можно увидеть священство в голубых одеждах, которое символизирует чистоту и непорочность. Субтитры создавал DimaTorzok